Они двигаются как единое целое, как одно тело. Обратите внимание на положение стрелки динамометра. Да я мгновенно рукой просто ощущаю, что мне стало гораздо легче поднимать данный груз. Вместе с выигрышем в силе мы получаем проигрыш в перемещении. Ребята, всем привет! Рад вас приветствовать на канале Профиматика Физика. Меня зовут Степан Балыбин. И в этом ролике я бы хотел объяснить, как работают блоки. Эта тема очень актуальная для многих ребят, которые сдают и ОГ по физике, и ЕГ по физике, поскольку тема блоки изучается в седьмом классе. И если кто-то не понял ее тогда, этот пробел остается с вами на очень долгое время. И поэтому я получаю очень часто шквал каких-то комментариев. Пожалуйста, объясните блоки. Ну что, давайте разберемся. Я бы хотел начать с экспериментальной демонстрации того, что такое блок. Блок — это очень простое устройство. Вот у меня здесь оно в руках. Смотрите, это, по сути, колесико, которое зафиксировано на некоторой оси. Вот оно называется блоком. Блок может быть либо подвижным, либо неподвижным. Название очень простое. Когда у нас блок будет неподвижным? Давайте я его зафиксирую на неподвижной опоре. Вот он сейчас находится на неподвижной опоре. Ну и вверх-вниз он не может двигаться. Такой блок будет неподвижным. Как же работает неподвижный блок? Ну и для чего он нужен? Допустим, у нас есть некоторый груз. Здесь в качестве груза я взял вот такую вот коробочку с мелом. И мне нужно этот груз как-то поднять на определенные высоты. Я могу, конечно, просто взять его и поднять. Давайте измерим, какая сила для этого необходима. Так, у меня здесь имеется... Динамометр. Вот я прицепил груз к динамометру и сейчас его поднимаю наверх. Обратите внимание на положение стрелки динамометра. Динамометр располагается на значении 4 ньютона. Это означает, чтобы поднимать груз медленно, без ускорения, мне требуется 4 ньютона. А значит, груз весит 4 ньютона. Давайте воспользуемся неподвижным блоком. Что будет в этом случае? Как им воспользоваться-то вообще? Вот мне для того, чтобы им воспользоваться, нужно перекинуть через него нить. У меня здесь, конечно, нить невесомая и нерастяжимая. Так, у меня здесь кончик будет вот этот мешать. Давайте его уберем. Вот, я перекинул нить через блок и один конец закреплю на грузе. Вот так. Второй конец оказывается свободным. Теперь, если я буду тянуть вниз за свободный конец, у меня груз будет подниматься наверх. Получилась достаточно удобная система. Мне не нужно прикладывать силу вверх, не нужно поднимать груз наверх. Мне теперь нужно тянуть вниз наоборот. Таким образом, получилось перенаправить силу просто для удобства. Давайте измерим, чему равна сила. Так, прикрепляем динамометр. И смотрим. Мне нужно поднять. Так, поднимаем. И вот сила остается равна 4 ньютонам. Но это видно по положению вот этой стрелочки. Я думаю, цифры вам не видно. Но поверьте мне на слово. 4 ньютона. Заметим, что сила остается равной 4 ньютона. Даже если я прикладываю силу уже не вниз, а вот так как-то под углом. Это очень удобно. Неподвижный блок позволяет перенаправить силу в любую сторону. При этом требуется 4 ньютона. То есть сила только перенаправляется, но не изменяется. Как же изменить силу? Допустим, у меня не хватает сил, чтобы поднять данный груз. Мне хочется какое-то устройство, которое облегчит мне задачу. Для этого придуман очень нехитрый способ, который называется подвижный блок. И на самом деле это то же самое, только используемое несколько другим способом. Уберем нить. Чтобы блок из неподвижного стал подвижным, он должен в процессе подъема груза двигаться. Очень понятно, как он будет двигаться. Он будет двигаться, конечно, вместе с грузом. Давайте мы вот таким образом зафиксируем блок. И груз вместе. Тогда, если я буду поднимать сейчас груз, блок тоже будет подниматься. Они двигаются как единое целое, как одно тело. И поэтому он здесь будет подвижным. Чтобы получить некое преимущество, я теперь ниточку вот тут фиксирую. Перекидываю эту нитку через блок. Ну и вот я уже, да я мгновенно рукой просто ощущаю, что мне стало гораздо легче поднимать данный груз. Но давайте убедимся в этом с помощью динамометра. Итак, видно вам показания динамометра вот здесь 4, а здесь 2. То есть мне, чтобы либо медленно опускать, либо поднимать данную конструкцию, требуется всего лишь 2 ньютона. Помним, было 4. Это значит, что подвижный блок позволил нам уменьшить силу, требуемую для его поднятия груза, в 2 раза. Говорят, что в этом случае подвижный блок дает выигрыш в силе в 2 раза. Тут интересно, что даже вот так под углом немножко тоже все еще 2 ньютона требуется. Если, конечно, угол сделать достаточно большим, то нагрузка станет больше. Но, тем не менее, вот так у нас тоже получается выигрыш в силе практически в 2 раза. Вот если вы, кстати, знаете, с чем это связано, можете поделиться в комментариях, почему я делаю угол, а выигрыш в силе остается все еще в 2 раза. Но здесь все бы было хорошо, если бы не один нюанс. Дело в том, что при использовании подвижного блока, смотрите, обратим внимание, насколько сейчас поднимется груз. Смотрите, поднимаю. Груз поднялся на 5 сантиметров. А насколько же при этом поднялся динамометр? Давайте посмотрим. Вот они наши 5 сантиметров, опустим обратно. И мы видим, что динамометр вот досюда. Давайте еще раз, чтобы было понятно. Отмеряем здесь 5 сантиметров, переходим сюда. Поднимаем на 5 сантиметров. Еще на 5 сантиметров. И только тогда у нас груз поднимается на 5 сантиметров. То есть, для того, чтобы поднять груз на 5 сантиметров, необходимо поднять свободный конец нити на 10 сантиметров. В этом случае говорят, что подвижный блок, хоть и дает выигрыш в силе в два раза, вместе с выигрышем в силе мы получаем проигрыш в перемещении. Но если посмотреть чуть-чуть внимательнее и попробовать нащупать закономерность, мы поймем, что выигрыш в силе в два раза, проигрыш в перемещении также в два раза. А значит, произведение силы на перемещение остается неизменным. Что и выражает золотое правило механики. Ни один простой механизм не дает нам выигрыша в работе. Ведь произведение силы на перемещение – это есть работа. Ну, теперь давайте разберемся с тем, как это работает, с помощью схем, которые я нарисую на доске. Итак, рассмотрим неподвижный и подвижный блок. Вот на рисунке сам блок изображается в виде просто кружочка, который может быть зафиксирован к неподвижной опоре, либо может быть зафиксирован к грузу. За счет чего у нас вообще сила передается на груз? Это происходит за счет натяжения нити. Вот в этой точке, когда мы прикладываем силу, мы натягиваем нить. И если рассмотреть силы, действующие конкретно на эту точку, то на нее действует с нашей стороны сила F некоторая и в обратную сторону сила натяжения нити T. Если система идеальная, то у нас эта сила натяжения T, она просто без изменения передается вот сюда. И мы получаем, чтобы нам поднять груз, необходимо, чтобы T было, по крайней мере, равно mg. А поскольку F у нас равно T, ну, в общем-то, нить натягивается за счет силы F, мы имеем F равно T, откуда следует очень простое равенство. Для того, чтобы поднять груз массы M, нужно прикладывать силу F, равное mg. Отметим, что данное равенство выполняется вне зависимости от угла, под которым здесь расположена нить. Что же будет в случае с подвижным блоком? В случае с подвижным блоком у нас немножко более сложная ситуация. Сила F, прикладываемая к нити, натягивает нить. Вот здесь возникает сила натяжения T. И эта сила натяжения, она передается без изменения на блок. Блок, поскольку нить перекинута через блок, она начинает его тянуть с двух сторон. Вот с этой T и вот с этой T. Если мы рассмотрим вот груз, ну, можно даже вот так объединить, да, а не потому что будут двигаться как единое целое. У нас получается вот такая вот система, груз плюс блок будут двигаться как единое целое, а значит здесь у нас 2T будет равно mg. Ну и так же, как и в прошлом случае, F равняется T, откуда 2F равно mg, а значит F, необходимое для того, чтобы поднять груз, равняется mg пополам. И мы с вами на эксперименте видели еще нюанс, связанный с перемещением. То есть, если я здесь вытягиваю нить, и нить у меня вот так вытягивается на некоторую величину x, то и груз здесь поднимается ровно на такую величину x. Это является следствием нерастяжимости нити. И вот эти вот, ну давайте я здесь напишу x1, а здесь x2. Вот эти вот величины будут равны. То есть перемещение здесь одинаковое. Нету выигрыша в силе и нету выигрыша в перемещении. Здесь ситуация более сложная. Если я вот здесь вытягиваю нить на какую-то величину x1, у меня блок поднимается. Но когда блок поднимается, нить укорачивается с двух сторон. Вот здесь она укорачивается и здесь укорачивается на x2. Ну и, в общем-то, груз поднимается на величину x2. Поскольку нить нерастяжимая, то то, сколько нити мы вот здесь выбрали, настолько же должна укоротиться нить и в этом месте. Ну и мы понимаем, что здесь мы выбрали x1, а тут она укоротилась с двух сторон на x2. Значит, x1 равняется 2x2. Тогда получается, что у нас перемещение точки, за которую мы тянем, будет в два раза больше, чем подъем груза. Таким образом, у нас сила в два раза меньше, перемещение в два раза больше. И мы приходим к золотому правилу механики. Давайте я его попробую сформулировать для данной системы. Золотое правило механики. Оно гласит следующее. Любой простой механизм может давать выигрыш в силе, но тогда он будет давать такой же проигрыш в перемещении. Выигрыш в силе дает обратно пропорциональный проигрыш в перемещении. Проигрыш в перемещении. Но при этом работа, которую необходимо совершить, будет оставаться неизменной. То есть у нас произведение силы F на перемещение x, в данном случае это было x1, F умножить на x1, будет равняться произведению силы тяжести у груза умножить на перемещение этого груза x2. Ну и вот можно его себе запомнить таким образом, что нет выигрыша в работе. Нет выигрыша в работе. Ну, в общем, это золотое правило механики. Его можно использовать при решении любых задач. Очень важное, поэтому я вам рекомендую его даже себе как-то отметить. Ну и давайте закрепим теперь на практике данную теорию. Решим одну интересную задачку. А также я вам задам одну задачку решить самостоятельно. Итак, рассмотрим задачу. У нас имеется вот такая система идеальных блоков. И нам необходимо определить, какую силу нужно приложить, чтобы поднять вот этот груз массой m. Давайте попробуем с ней разобраться. Ну, можно к этой задаче отнестись так. Посмотрим на конструкцию и поймем, сколько у нас здесь неподвижных блоков, а сколько подвижных. Так, этот блок прикреплен к полу, этот блок прикреплен к потолку. Они неподвижные. Они нам не дают ни выигрыша в силе, ни проигрыша в перемещении. Вот они просто стоят и перенаправляют силу. Что можно сказать про вот этот блок? Про вот этот. Он является подвижным. И значит, мы ожидаем, что он дает выигрыш в силе в два раза. Получается, что по идее нам нужна будет сила вдвое меньше, чем сила тяжести вот здесь. Но давайте проверим это с помощью расчета, потому что есть и исключения из этих правил. Это сила F. Натягивает нить. Тут появляется сила натяжения T. Это сила натяжения передается вдоль вот этой всей нити без изменений, поскольку блоки идеальные. Ну, здесь нас сила не интересует. Давайте я все равно их нарисую. Пусть будут. T, T. Здесь тоже будет такая же. T и T. А вот тут нас сила интересует. Дело в том, что вот здесь на концах у нас появляются две силы натяжения, которые будут поднимать подвижный блок наверх. Вниз здесь действует сила тяжести МЖ. Ну, поскольку вся конструкция двигается как единое целое, мы получаем, что у нас F это T. Ну, давайте я распишу сначала вот тут. 2T будет равно МЖ. МЖ, а F равно T, потому что именно сила F натягивает нить. Ну, значит, мы получим, что 2F равно МЖ, откуда следует, что сила, необходимая для того, чтобы поднять, будет равна МЖ пополам. И это ответ к данной простой задачке. Теперь рассмотрим вот эту систему. Здесь задачка абсолютно аналогичная. Я вам попробую предложить, решить ее самостоятельно. Смотрите, у нас здесь есть такая конструкция, но теперь мы силу F, которую мы прикладываем, чтобы поднять груз массы М, прикладываем к вот этой оси подвижного блока. Ваша задача определить, какая нужна сила, чтобы это сдвинуть. Ну, пишите свои варианты в комментариях, а также можем обсудить, как вы это получали. И теперь важный случай, который показывает, что просто считать выигрыш в силе является некорректным. Давайте посмотрим вот на эту систему. Ну, из чего она состоит? Она состоит из одного неподвижного блока и одного подвижного блока. Какой выигрыш в силе мы ожидаем здесь? Конечно, мы ожидаем выигрыш в силе в два раза, потому что всего лишь один подвижный блок. Давайте теперь ее посчитаем. У нас сила F натягивает нить, и это натяжение передается вот сюда, вот сюда и вот сюда. В итоге вот на этот сапог, который у нас здесь образовался, вот этот, который будет подниматься вверх, вверх действует сила T, T и T, а вниз действует сила Mg. Значит, мы получаем, что 3T равняется Mg, а, соответственно, 3F равняется Mg, F равняется Mg делить на 3. Таким образом, данная конструкция дает выигрыш в силе в три раза, несмотря на то, что здесь один подвижный, один неподвижный блок. Ну вот, давайте я оставлю это вам наподумать, почему здесь так получилось, почему получился выигрыш в силе в три раза. Пишите свои версии в комментарии. Ну и надеюсь, что я вам немножечко помог разобраться с этой темой. Мы экспериментально увидели, как работает подвижный и неподвижный блок. Я вам рассказал теорию, и на примере нескольких задач мы ее закрепили. Жду от вас решения данного номера. На этом все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк данному видео, отправляйте его друзьям, особенно тем, кто изучает физику в школе. Уверен, в каком бы классе он ни находился, эта тема будет для него полезна. Ну и увидимся с вами на занятиях. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...